Андрей Петрович, папа, который из Рима, как-то сказал, что до конца этого года мир изменится до неузнаваемости. Осталось менее полугода. И ближайшие выборы в США, возможно, станут неким стартовым свистком. Какие главные признаки начала вот этих изменений мира вы можете зафиксировать на сегодня? Ну, уже то, что, собственно говоря, привлекает внимание и выступает разведным признаком. Признаки – это не знаки формы, а признаки содержания. То, что внутри формы находится. Бокал – это форма, а то, что внутри бокал – это содержание. Вот признаки того, что внутри – это то объявление, которое сделал президент 44-й, президент США, не белый, не аглосаксонский и даже не протестантский президент Барак Хусейн Абу-Обама II. Он дал команду американскому народу всем проверить убежище, запас расходных средств и всякого спасательного оборудования, национальной гвардии, значит, все проверить на… Все это надо сделать к 30-му сентября на предмет непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Вот. И то же самое вдруг сказала, значит, канцлерин о Германии, значит, фрау Меркель, которая и немецкий народ призывала, значит, проверить тревожный чемоданчик, вот, чтобы у всех были, значит, там какие-то, вот, на первый случай там все, что надо. Да, вот, спички, соль там, значит, там что, и так далее. Вот это признак. Это признак того, что, там, кому положено, что-то знают. Вот. Но это же и говорит о том, что если готовиться к чему-то, то оно не произойдет. Вот. Практика лучше критерийственная, землетрясения, цунами всегда бывают неожиданными. Если прошло предупреждение о землетрясении, то оно, как правило, не случается. Ну, не то, чтобы… Просто нет никакой статистики, чтобы кто-то угадал, понимаешь ли, и заранее всех предупредил, все приготовились, и тут оно и произошло. Главное, деньги освоили. Дело не в этом. Тут… Как это вот бывает, почему так, вот, этот вопрос. Наука не может ответить на этот вопрос, а, значит, всякие там, значит, эзотерики, им веры нету. Вот. Поэтому ответ пока отсутствует. Но если начали готовиться к землетрясению и объявили, что елот столом взорвется, значит, этого не будет. Какие еще признаки? Ну, признаки – это перенос выборов в Российской Федерации с декабря на сентябрь. Вот. И начавшиеся, так сказать, лихорадочные, я бы сказал, значит, приготовления к смене, так сказать, структуры власти в России. Вот. Это говорит о том, что, еще раз подтверждаю, что, значит, там где-то, значит, в коридорах власти, вот, над национальными, надконфессиональные, там, значит, проходит сигналы оповещения какие-то. Они были давным-давно, видимо, значит, эти сигналы запущены. Поэтому папа сказал, что он еще в январе месяце, 26 января, вот. И вот тут в начале, в конце августа, значит, там, Обама, и мы, значит, тут в России, значит, вдруг увидели, значит, выбор, который… А чего, значит, надо было спешить с выборами, значит, что… А папа же точно сказал, что мир, значит, вступил в полос необратимых потрясений, необратимых изменений, значит, в полос потрясений, и изменится до неузнаваемости до начала 17-го года. Это 20 января, дата вступления в должность 45-го президента США. Поэтому, значит, вероятность, я не могу сказать, потому что у меня нет никаких вообще, значит, я… Никакой сведомости нету, я по сейфам, значит, мирового правительства не лазил, значит, я не знаю там. Ну, я только вот признаки различаю, а признаки, они различаются же, это же не логика никакая, не суждения там, понимаешь ли, какие-то, вот. А это чисто, так сказать, развлечения, это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Так вот, видимо, это связано с тем, что 45-й президент, возможно, и не вступит в Дону. Вот. А почему он не вступит? Да бог знает почему. Вот не вступит и все. А после этого и действительно мир, значит, постигнут, так сказать, изменения необратимые, да, значит, вот так. Значит, еще раз повторяю, скорее всего, скорее всего, сигнал оповещения, который прошел на уровне выше, чем государственный, выше, чем какой-то там G8, G7, G20, прошел, так сказать, по невидимому контруправлению, который там, значит, существует в виде каких-то клубов бельдальмерских, каких-то орденов, вот, духовных или там масонских. Вот, поэтому, значит, связано это, связано, скорее всего, вот, с тем, что в североамериканско-соединенных штатах произойдут кардинальные изменения. Вот, вот, это связано с борьбой элит, вот, поскольку дальше уже, значит, тот мировой, это связано с этой идеей нового мирового порядка, вот, потому что тот порядок, который есть, вот, который называется старым порядком, вот, он себя изжил полностью. Вот, и он изжил себя, значит, давным-давно, так сказать, об этом римский клуб. Римский клуб – это умники, вот, Бельдальбергский клуб – это, значит, не умники, администратора, вот, а умники, значит, они еще тогда, там, где-то в 70-х годах сказали, что все, значит, старый мировой порядок, значит, расширенного воспроизводства, производства, индустриального общества расширенного, с производства капитала, с наращиванием потребления, все более полным, удовлетворением материальных потребностей человека. Вот этот, значит, старый мир классического капитализма в его, так сказать, промышленной и финансовой базе, он уперся в пределы роста, об этом сказал римский клуб еще там в 70-е годы, что он уперся в пределы роста по ресурсам ископаемым, по экологии загрязнения окружающей среды и по долгам на кредит, потому что обслуживание долга вышло за рамки разумного. Поэтому его надо менять. Вот его и будут менять. А как его менять, когда, значит, все привыкли жить так, как живется? Есть силы, которые не хотят ничего менять, но они ничего не могут сделать с тем, что есть. Они там придумали какое-то там количественное смягчение, разбрасывали деньги с вертолетов, понимаешь, все дело людям американским, чтобы те чего-то покупали. соответственно, значит, а чего? Расширенно воспроизводят все больше и больше товаров и услуг. Их надо, значит, покупать. А на что покупать? А вот вам кредит. Вот эта долговая экономика, она, собственно говоря, закончилась. И с нее надо как-то выходить. Хотя как? А никто не хочет. Там, выходов три. Война. Значит, это замечательный выход, проверенный, очень эффективный. Вот. Все разбомбить. Вот. И все. Значит, все разбомбить. А что, значит, разбомбили мост, надо новый строить. Утопили пароход, надо новый строить. Сбили самолет, надо новый строить. Выстрелили, значит, выстрел. Значит, можно новый строить, делать. Так что, все работает. Все, значит, кризис преодолен. Это один способ. Второй способ, это, значит, новый валютный мир. Когда надо было, надо переучесть богатство. вот, амортизацию списать. И третий вариант, это деградация. Ну, вот, в деградацию, так сказать, кого-то послали в деградацию. Вот. Ну, народы Африки и Азии, значит, и Латинской Америки, там, этих можно отправить в деградацию. Европа, значит, она не хочет в деградацию уходить. Они там все хорошо кушают, значит, все у них хорошо. Остается для цивилизованного, значит, по-западному человечеству, то есть два варианта. Война и новый валютный мир. Значит, новый валютный мир, а это, значит, надо уйти из нефтедоллара. Вот. А как уходить из нефтедоллара, когда он основа мировой, значит, торговли, финансовой системы? Все стоит на доллар, цена везде в долларах. Вот. Как уйти-то? Вот. Ну, вот, нужны необратимые потрясения, значит, какие-то потрясения суровые. Вот. Вот суровые потрясения это изменения, так сказать, структуры власти в, ну, или как, организации, так сказать, всего уклада в Северо-Американске в Соединенных Штатах. Вот я, вот о чем речь идет. Ну, хорошо, а почему тогда не появляются альтернативные надгосударственные институты, вот, начиная с ООН, точнее, даже начиная с кредитно-эмиссионных, МВФ, ФРС, Всемирный банк, в том числе и Свифт, ну, и заканчивая, там, энергетическими, наверное, ОПЕК, спортивными, то есть, вся надгосударственная система глобальная, она сохраняется, то есть, не видно никаких попыток ее трансформировать. Ну, это все, как у нас где-то в песне появится, придумал Черчилль в 18-м году, значит, это же все англосаксонские вещи. Абсолютно. ну, просто-напросто, так сказать, они перешли туда, в Град на Холме, да, значит, вот этот Град на Холме, он и пытается удержать мировое лидерство, а, значит, по Татстон пытается, а у него ничего не получается, значит, Барак, Хусейн, Абу-Обаму второй, значит, получив Нобелевскую премию мира, значит, отстук, отстук,